Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик Наконец-таки у нас, друзья, произошли изменения в нашем балансе Я добрался до того самого интересного момента, когда могу записать видеоролик Игрового формата вернуться к той самой пушке, которая мне нравилась на протяжении довольно-таки длительного времени Пока она находилась в хорошем интересном балансе и её не нерфили Но сейчас, после того как Вулкан, после того как Шафт у нас занерфили Я полноценно могу вернуться к той самой имбе, поиграть на ней, показать вам её Возможно даже многие зрители, которые подписались на данный канал не столь давно Не знают, что я когда-то вообще обожал эту пушку, играл на ней на постоянной основе И реально кайфовал от неё, поэтому для вас это будет новостью Ну а для тех ребят, которые являются олдами, которые знают Какое у меня отношение к данной замечательной, интересной пушке Страйкер К этому устройству, которое называется Уран То, в принципе, вы уже понимаете, о чём речь пойдёт Да, сегодня скатаем пару каточек Надеемся на то, что это будут интересные и замечательные бои В которых мне удастся при всём раскладе поднять первые места Я буду играть сегодня не с защитником Буду сегодня играть на бустере Для многих это уже будет какой-то определённой новостью Как же так, почему не защитник, почему именно бустер Но для Страйкера моментами просто это является дополнительным каким-то определённым бустом И за счёт этого можно зарабатывать дополнительный опыт Что касаемо режимов, то сегодня сыграем каточку, конечно же, в контроле точек И каточку в захвате плага Можно было бы скатать, конечно, TDM-очку Но в захвате плага всё же мне более интересно Посмотреть на то, как себя проявит данное интересное и замечательное вооружение Ну и, конечно же, при том раскладике То, что это всё-таки будет у нас бустер, а не защитник Мне надо будет более грамотно прожимать DD-очку И пытаться забирать за счёт неё дополнительные фраги Ну и Харёк, конечно же, даёт мне шанс баншотить большинство противников Единственное, то, что мне надо будет сейчас, наверное, резист поменять У меня резиста от самого себя нету Поэтому по возможности я думаю, что мы этот резист, конечно же, оденем В чём прикол бустера? Бустер даёт возможность ваншота средних танков Если не ваншота, то снятие очень большого количества ХП Данным замечательным игрокам И поэтому в большинстве случаев именно я склоняюсь на страйкере к бустеру Защитник также может быть играбелен И на нём можно полноценно набирать опыт с данной замечательной пушкой Но всё же ради эксперимента и ради какого-то хотя бы минимального разнообразия Я решил сегодня записать видос именно на бустере Ну и, соответственно, конечно же, посмотрим вообще мои скилловые возможности на данной пушке Потому что я, как вы знаете, в последнее время особо на нём не играл И для меня это тоже как бы, ну... Немножечко тяжеловато, наверное, не знаю, короче Отмазываться не буду, буду пытаться делать максимум Поэтому просто приступаем Нужно ещё выигрывать, тащить Здесь не всё так просто в этой катке Будет складываться, уже летим 6-0 И я надеюсь на то, что наша команда полноценно соберётся по ходу данного боя И меня не будут бить мои тиммейты Пока по опыту я иду, ну... Очень даже неплохо Можно даже сказать, великолепно И всё, что остаётся мне, это продолжать бить, бить И ещё раз бить противника И пытаться забирать у него точки Пока... Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока Главное не слить на досрочки, наверное, всё это дело Но я буду, наверное, поджимать точечку С и Д Там есть одна замечательная позиция с правой зоны Я, наверное, сейчас попытаюсь её законтрить После того, как мы хотя бы начнём Отхватывать более-менее Вражеские зоны, вражеские точки Потому что пока что всё очень даже тяжело в этом плане Но вот выстрелы, когда такие залетают По 2.800, если бы ещё не успел бы Викинг смог поражать Дополнительно броню Я бы, наверное, ещё бы и его заманшотил Но вся прелесть страйкера для меня Не только в том, что он наносит большое количество урона Но и в том, что ты очень большой урон можешь наносить сплэшем То есть от стеночек каких-то Искать в домике Вот, например, такая карта, как Вольфенштейн На которой мы прямо сейчас играем Отлично для этого подходит Здесь много стенок Здесь много всяких бортиков, холмиков От которых можно отстреливать и дополнительно наносить урон Даже вот так вот, стреляя в дом, можно наносить по 600 урона А если бы это была бы арта То урона было бы значительно-значительно, конечно же, меньше Забираем точку И я хотел сказать, что будем прямо сейчас пытаться занимать Довольно важную позицию на данной карте Но, к сожалению, меня сливают Будем пытаться это сделать Можно, конечно, и занимать ту позицию На которой сейчас стоит Титаношафт С левой зоны Но она, ну, чем-то, чем-то мне не нравится Чем-то она хуже Но, в общем и целом, даже и ее можно было бы захватить Если мне, конечно, противник будет давать вообще делать это Потому что пока что у них в этом плане Складывается все намного лучше, чем у нас Они забирают точки на постоянной основе Уничтожают наших игроков Я единственное только, друзья Забываю о том, что мне надо сначала прожимать броню А потом только ДДшечку Все-таки это есть небольшая непривычка После игры на защитники Да Но я буду пытаться от этого как-то избавляться И вообще пора уже, наверное, овердрайвы прожимать Потому что если я буду постоянно катать без овера Потому что я, походу, даже до сих пор не прожал ни одного овердрайва То ничего хорошего в этом плане не будет Надо все-таки пытаться наносить Можно больше урона И не забывать то, что я играю на хорьке А хорек это всегда плюс Это всегда дополнительная возможность Заработать как можно, как можно больше опыта Две минуты до конца Мы каточку продолжаем сливать Продолжаем сливать Надо что-то делать Я вот все никак не могу закрепиться на той позиции Которая является, наверное, одной из самых Значимых на этой карте Я даже, честно говоря, не знаю, как мне ее захватить Пока вообще ничего не получается Да, опыт-то я набиваю Все в этом плане великолепно Замечательно, суперски Но если я не буду держать определенную позицию То, к сожалению, этот бой мы, скорее всего Скорее всего, не выиграем Блин, такой страйкер красивый попасть Но он, к сожалению, не залетел А участка лица Даст определенно большой урон в мою башню Да Минута 30 Отрыв 7 точек Отрыв небольшой Можно было бы его, наверное, даже и скрутить Если мне не будут мешать мои тиммейты Но я буду наносить урон По своему оппоненту Где-то хоре рельса Ага, понял Давайте постараемся по ней накинуть Ну ладно Оставим ее там Она все равно точку не захватывает Мне она, наверное, особо сильно не помешает Блин, как же плохо Сейчас я сыграл Мог забирать эту викожигу И по полноценному двигаться дальше Так, ладно Дроповая ДАшка Осталось 45 секунд 45 секунд И я должен двигаться, конечно же, куда-то вперед Так, отлично Еще выстрел залетает Еще один выстрел залетает У Хантера овер есть или нет? 28 секунд Отрыв сокращается Так, точка-точка на центре забирается нашими тиммейтами И последнюю точку, по идее, мы должны тоже крутить Да, я тогда занимаю свою позицию И пытаюсь удержать эту зону Все-таки эта база является более доминирующей на этой карте Противник сейчас будет пытаться выдвигаться вперед С большими силами Там 5 танков Меня, к сожалению, сливают Но все точки уходят под наш контроль И мы полноценно выигрываем бой Когда мы его весь просто полностью сливали на протяжении всей этой катки И это, конечно же, не может не радовать То, что мы сумели данный бой камбэкнуть Вот такой вот стрейкерочек с 500 опытом залетел в бою Отлично, сработали наши тиммейты Я, честно говоря, даже не верил в то, что у нас получится так все это дело камбэкнуть Но Круто! Круто! Очень даже достойно Ну а теперь Форест Смотрим, что у нас будет здесь Посмотрим, получится ли у меня вообще выиграть полноценно данный замечательный и интереснейший бой Я тут тоже вижу пару-тройку противников Которые мне очень сильно нравятся В этой замечательной игре Но я буду Все-таки Пытаться, наверное, играть на свой опыт И на победу в команде А не на фокус дурачков Правильно? Зачем мне фокусить дурачков, если они сами ничего делать не смогут Правильно? Поэтому я и вперед Так, тиммейты Что у нас по тиммейтам? По тиммейтам должно быть все неплохо Надо просто тянуть, идти вперед Тянуть, тянуть И еще раз тянуть Так И в минус, конечно, не падать У меня будет пытаться сейчас фокусить А мне надо просто двигаться Двигаться к возу Двигаться к возу Можно было бы сейчас уже вывести, скорее всего, и дернуть Но немножечко не фартануло Немножечко не получилось Реализовать Все-таки это Форест На Форесте, ну, что ты делаешь? Ну, понял Это матч-мейтинг, да Как бы ничего удивительного Все-таки на Форесте Моментами не все так просто Не все так легко получается Как казалось бы Да И бывает, что У тебя там страйкер куда-то не туда влетает И ты не можешь просто полноценно Нагнуть оппонента Но Все-таки Не нужно Ссылаться на какие-то вещи Которые у тебя не получаются На постоянной основе Нужно просто двигаться вперед И пытаться увозить флаг Как это прямо сейчас у меня Пролучилось И произошло Наш тиммейт, к слову, тоже Довольно-таки неплохо играет Стараются, по крайней мере, выигрывать данный бой Если мы ведем уже 1-0 Это уже довольно-таки Неплохо Миночки, конечно, я тут наловил И наш тиммейт пытается отвести флажочек по центру К сожалению, у него пока что этого сделать не получилось Прожимаем миночку Двигаемся по центру Есть уже овердрайв у меня Я только вот не знаю, когда и где его лучше прожать Дабы это как-то жестко залетело Реза влетает И я ухожу на резку Да Пару заходов уже каких-то неудачных у меня получилось Сделать И чем они хорошим не увенчались Если честно У нас еще и флаг уходит А, нет, не уходит, нормально Один у тебя лежит ложечка Так, тиммейт Енот, енот, енот Ну зачем ты флаг? Ну для чего? Ну для чего это делать? Ну боже ты мой Ну едешь ты увозить Ну так увози Ну зачем вот эти вот Отданные флаги под тиммейт Ну для чего вот это делать? Я никогда не понимал этих игроков Да ты меня знаешь Да ты может быть хочешь Чтобы я увез Ну блин Ну зачем? Зачем этой ерундой заниматься? Ну вези ты уже сам Боже Увезешь И все будет четко Мы выиграем с тобой бой И будет великолепно Зачем оставлять эти засейвленные какие-то Флаги Отлично Хороший урон залетает Правда у нас увозят флаг Это очень плохо Если честно Отлично Великолепно Замечательно Ну и тиммейты будут Я понял Нет тиммейтов Все понятно Все понятно Все понятно Тиммейтов нет Такой выстрел выдал Какую плюху залепил Великолепную Замечательную А мне никто не постраховал Обидно Досадно Ну Ладно Как говорится Еще и арта в спину накидал Блин Очень хороший момент был Если честно Реализовано только что Два или три танка Там ушло на респ Отличная реализация Была овердрайва И в общем и целом Осталось всего лишь Три минуты до конца данного боя Нужно продолжать двигаться В том же направлении Пытаться сливать противника И не падать в минус Отличный выстрел Тоже выдал только что А у нас флаг уходит Минус уходит флаг У нас уходит флаг Что у нас по тиммейтам А по тиммейтам У нас все плохо Это 1-1 да Да это 1-1 Выстрел залетел Я так понял Шутит просто Ух ты ж Боже ты мой Что это было прямо сейчас Я не понял Что это было Но Я отлетел Как-то очень дико Жестко от бомбочки 1-1 1-1 Хоре арта Сливает с овером Нужно двигаться вперед Так Не труба Мне сейчас как-то прожать И пытаться Двигаться Вперед Пока ничего хорошего Не выходит Остается минута 50 1-1 Еще и можно потерять Здесь флаг И вообще проиграть этот бой Но пока Ладно Пока чуть-чуть Подсейвил Могут наши тиммейты Увозить здесь Что-либо Блин Вердрайв Пустой прожал Еще у меня слетел Весь овер Серьезно Почему он у меня слетел Полноценно Наверное Он не должен был У меня слетать Ну ладно Очень страшно Двигаемся дальше Двигаемся по флангу Ага Понял Бустер залетает Ну и Минута до конца У нас уходит Флаг Еще и выстрел Не залетел Отлично Давайте хотя бы Подсейвим Что ли Я не знаю Что я здесь могу сделать В этой катке Увести Полноценно попытаться Можно конечно Дернуть Давайте попробуем Получится Может быть Получится Ой-ой-ой 05 улетел Неприятно Противник возвращается К нам на флаг Дергают Я понял Дергают А я в свою очередь Пытаюсь дернуть Вражеский Ооо Ясный Понял Ну овер Прожимать будем Енот Ну и Мог же Прожать овер Мог же Все Слить О боже О мой Бог Как вы играете Друзья мои Хорошие У тебя Сука Был овердрайв Дружаня мог Вообще Всех Нагнуть Вместо того Чтоб реализовать Свой овердрайв Просто слился Как же Плохо сыграно Как же Плохо сыграно Друзья мои Хорошие В итоге Мы еще Эту катку Проигрываем Как то так Показывает Себе Страйкер В CTF Если честно В ЦП Я думаю Что в TDM Той же Да И Может быть Может быть Может быть Даже в каком Нибудь Регби Будет себя Он показывать Еще более Значимо И более Интересно Да Но В CTF Моментами Ну тяжело Тяжело Реализовать Все таки Данную Интересную Пушку Если бы я Обыграл Например На той же Жиге Мне было бы Моментами Наверное Даже проще Но Тот самый Большой Колоссальный Урон Который Наносит Данная Пушка Во многом Очень Сильно Решает Исход Определенных Моментов За это Я и любил Всегда Эту Пушку Всегда Она мне Нравилась За счет Данных Интересных Моментов Когда ты Можешь Просто Ваншот Нить Танк Можешь Дополнительно Нанести Какой-то Нереальнейший Большой Сплэш Урон По оппоненту Своему За это Я всегда Оценил Ее Поэтому Друзья Если вам Понравился Данный Видеоролик Обязательно Не забывайте Прожимать Лайк Не забывайте Подписываться На канал Нажимать На колокольчик Если на данном Видеоролике Набирается Более 200 лайков Мы записываем Новый Игровой Видеоролик С Нашего Основного Аккаунта Все таки Последнее Время У меня На основе Не выходит Большое Количество Видосов Всякие Какие-то Уже Новые Мульты Появляются Рубрики Какие-то Интересные Которые Вантажи Заходят Поэтому Ваша Активность Новый Быстрый Замечательный Видеоролик Сразу Появится Ну а с вами был Мистер Ванька Друзья Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока